Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В конце октября AMD и Xilin объявили о том, что объединят активы путем обмена акций, не задействовав при этом денежные средства. В структуре капитала объединенной компании акционерам AMD достанутся 74%, а на долю акционеров Xilin останутся 26%. На этой неделе сделка была одобрена собраниями акционеров обеих компаний, теперь слово осталось за антимонопольными органами различных стран. Источник изображения AMD в момент объявления сделки сообщалось, что капитализация объединенной компании достигнет 135 миллиардов долларов США, хотя объединение компаний не повлечет каких-либо расходов в денежном выражении, номинальная сумма сделки оценивается в 35 миллиардов долларов США после поглощения Xilin компания AMD сможет стать четвертым по величине выручки разработчикам чипов. Возглавить объединенную компанию должна Лиза Су, Лиза Са, действующий глава Xilin Виктор Пен, Виктор Пенг, станет президентом AMD, отвечающим за направление программируемых матриц, на разработке которых сейчас специализируется Xilin. 7 апреля были проведены собрания акционеров обеих компаний, и теперь решение об их предстоящем объединении получило поддержку со стороны держателей акций AMD и Xilin. Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, поглощение Xilin обозначает следующий шаг на пути превращения AMD в лучшего стратегического партнера для многих крупных технологических компаний, поскольку делает ее отраслевым лидером, обладающим стратегическим ведением, талантом и масштабом, необходимыми для реализации будущих инноваций. Глава Xilin Виктор Пенг добавил, Команда Xilin одна из самых сильных в отрасли, и мы с волнением ждем момента присоединения к AMD. Мы разделяем с этой компанией инновационную культуру, сотрудничество позволит нам ускорить развитие бизнеса в сегменте центров обработки данных и охватить более широкий круг клиентов в составе объединенной компании. Сделке еще предстоит пройти согласование в антимонопольных инстанциях нескольких стран. Стороны по-прежнему рассчитывают, что объединение компаний будет завершено до конца 2021 года.